Грани правды. Понятно о сложном. Грани правды. Понятно о сложном. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вот я еле-еле успел закинуть к нам на страничку анонс. У нас сегодня будет достаточно... Вот уже пошли письма, достаточно любопытный формат у нас сегодня будет. А именно сегодня формат «Разговор по душам». Почему сегодня формат «Разговор по душам»? Потому что в течение его последнего месяца я и господин Астват Сатрян получаем массу писем, массу вопросов, массу определенных мнений. В основном мнений, которые никак не получается в формате обычной передачи озвучивать. Поэтому сегодня мы вдвоем. Мы обязательно переговорим с руководством Радио Ван. Я думаю, что наши многоуважаемые шефы согласятся. И все-таки постараемся эту рубрику «Разговор по душам» сделать ее ежемесячной. А сегодня будем проходить по тем вопросам, которые нам задавали. Так что сегодня я гость у Армена Виленовича Астват Сатряна. Я Арман Владимирович. Я в гостях у Армена Владимировича Астватриана. Так что мы друг к другу в гости пошли. Крайняя степень политической шизофрении у нас творится, так скажем. Нет, вот действительно за все это время, за последний месяц произошли такие события, которых хватит за месяц, наверное, за год, два и три, наверное. Потому что не только у нас в Армении и у нас в регионе. Да, у нас вообще происходят события на нашей бедной планете Земля. Такие события, которые действительно требуют какого-то осмысления, понимания. Ибо мы приглашаем гостей наших уважаемых. Они говорят, что действительно нам есть что сказать. И мне кажется, что передача получится интересной. Да, обязательно она будет интересной. Вот уже, кстати, я даже не знаю, с чего начинать, потому что вопросов очень-очень много. Давайте сделаем так, уважаемые радиослушатели. Я, конечно, понимаю, что здесь масса вопросов, которые носят такой личный характер. Где учились, где работали. Да, у нас все на страничках в Фейсбуке есть. Не привлекался, женат. Да, да, да. И, значит, так. Характер нордический. Характер нордический совсем как у Штирлица. С чего же начнем? Давайте начнем все-таки с вопроса. Самого распространенного вопроса, который я получаю неоднократно. Мы на эту тему говорили, но все-таки еще раз пройдемся и попробуем аргументировать то, что мы скажем. Вот один из самых популярных вопросов, который нам идет, это вопрос относится к внутренней политике Республики Армения, а именно назначение Карена Карапетяна премьер-министром Армении. Там уже идут под вопросы, чей он человек является, является ли человеком Путина, типа человеком, не знаю, Садксяна, человеком пятого, шестого, седьмого, десятого. Очень много такого рода вопросов. Действия, которые сейчас мы наблюдаем, вернее, те политические портуберации, которые мы видим в стране, они несут стабильный такой какой-то системный характер? Или это все-таки пиар-акции? Давайте начнем с профессора Аспадсатра. Что скажете, профессор? Ну, я, как известно, человек левых взглядов, поэтому я с самого начала нахожусь в какой-то оппозиции, из принципа, так скажем. Но в рамках той системы, которая сложилась сегодня в Армении, все эти процессы, которые я вижу, все-таки они внушают какой-то очень, ну, я не скажу оптимизм, но какую-то такую надежду на то, что команда Карапетяна, его министры, кстати, я не всю информацию могу с вами поделиться, но скажу, что буквально одна из наших передач, господин Абовян, которая была несколько недель тому, когда вы были на Украине, или в Украине, на Украине, возымела свой эффект, и уже имеются положительные отзывы и благодарности, так что, наверное, в одной из ближайших передач мы на эту тему поговорим. Сейчас просто я не хочу все... Давайте вот так, конкретный вопрос. Чей человек? Who is господин Карапетян? Господин Карапетян человек Карапетян, это точно. Он, конечно, не просто человек нашего президента, это человек, на добро которого дали силы, которые заинтересованы в том, чтобы развивалась Армения стабильно и предсказуемо. Потому что вот мы видим на примере наших соседей непредсказуемые президенты, президентики, падишахички и так далее, очень вызывают нервную ситуацию, нервную реакцию в столь взрывоопасном регионе, по-моему, самом взрывоопасном регионе на планете, которым является наш регион. Ибо не секрет, что если качнет здесь, то качнет очень сильно, и качнет так, что мало не покажется. Ну да, Армению и наш регион, конкретно нашу страну, всегда называли некой такой нервной болевой точкой, которая не очень такая может быть и на карте видимая, но на которую, если надавить, то отозвется. Даже если рядом чуточку надавишь, уже... Да, отозвется везде. Теперь смотрите, понятно ваше мнение. Мое мнение следующее, что да, Карапетян ставленник президента Сержа Сарксиан. Безусловно, конечно, безусловно. Потому что не будем себя обманывать. Человек подал заявление в республиканскую партию, поступил... Принял какие-то правила. Я считаю, что он поступил честно, потому что нельзя и рыбку съесть, и на дерево забраться, да? Я не слышал, хотя в концовку это... Да, нет, так не получится, потому что если вы соглашаетесь на какую-то позицию, заведомо зная, что эта позиция контролируется энной политической силой, то вы либо отказываетесь, либо принимаете полностью все, скажем так, огрехи, все плюсы, все минусы этой политической системы. Ну, вы входите в политическое поле. Да, я просто к чему. Очень многие в стране после этого решения, кстати, решения также Вегена Сарксиана, нашего министра обороны, нашего хорошего друга, кстати. Да, передаем большой привет и глубочайшее уважение. Мы еще вернемся... Как он здорово сегодня тяжелся. Да, да, мы обязательно вернемся сегодня к господину Сарксиану. То есть пройдемся по тому, что у нас происходило буквально на днях, да, в Москве, если не ошибаюсь. Фотосессия в том числе была. Да, с этим... Ладно, это потом. Не ломайте интригу, господин. У нас 20 лет. Так о чем я? Поднялась достаточно серьезная волна людей, волна мнений, что прием Вегена Сарксиана и... Вернее, заявление Вегена Сарксиана и Колена Карапетяна в республиканскую партию показали наглядно о том, что вот в стране ничего не меняется, все, что происходит, происходит, так сказать, глубочно, картинно. Это некие пиар-ходы, которые призваны подготовить либо, так сказать, немного загасить общественное мнение перед, собственно, выборами, которые у нас ожидаются в апреле. Ну, забывая о том, что, наверное, очень много собственно оппозиционных движений, да, есть, собственно, республиканская партия, и там премия бывают немалые... Не, ну, она сама состоит из многих... Очень многих, да. Блоков таких партий, да, старики, молодые, про, там, я не знаю... Старперы, но... Да, кто-то под каким-то министром, кто-то под каким-то в свое время очень сильно были позиции бывшего премьер-министра Овика Абрамяна, потом он ушел, вот эти позиции ослабли, теперь там Карапетяновский... В общем, это не стоячая болота. Да, да, но... Это кипящее. Да, что, кстати, очень хорошо, что кипящее. Самое главное, чтобы крышку не сорвало. Но тут уже самое, как повар решит. Теперь, я еще раз повторюсь, что считаю вполне приемлемым, да, шагом и честным, в первую очередь, вхождение этих двух государственных деятелей, политических фигур, в состав партии, которая фактически их привела к тем высотам, да, во властной иерархии, которые мы наблюдаем сегодня. Возьмем... Пойдем по порядку. Веден Сарксиан. Выше руководитель аппарата президента. Человек, который сделал, да, очень серьезные масштабные проекты, я имею в виду проекты, не только в управленческом, да, таком разрезе, а проекты, которые, скажем, характеризовали страну на международном уровне. Скажем, Веден Сарксиан курировал столетия, да, поминальные все... Блестящее, кстати. Да, кстати, блестящее было проведено, поминальные все мероприятия. Да, практически не завалило ни одного проекта, насколько я знаю, крупного такого стратегического проекта еще не было, ни одного промоу. Не, ну мы можем, да, мы можем при всей нашей личной приязни хвалить господина Сарксиана, не хвались, не захваливаясь, но будем объективны, на самом деле у человека нет провала. Однако, быть руководителем администрации президента, конечно, тяжелая ноша, но быть министром обороны, причем во всех смыслах первым, то есть первым гражданским министром обороны, первым министром обороны, который определенной военной функции передает, скажем, генштабу, да, ну еще не передали, но как бы это предусматривается, да. Которая подписалась, недавно очень серьезно. Передача, да, и ведение сугубо таких политико-хозяйственных каких-то вопросов. Вот мне уже Даник, так сказать, похлопывает по часам. У нас военная реклама. Да, у нас военная реклама. Да, мы переключимся на рекламу, потому что потом Даник начинает похлопать по голове, причем моей. Так что, реклама. Грани, грани, грани правды. Грани правды. Правды. Доступно о главном. Доступно о главном. Вот только что беседовал с руководством. Руководство Армян Веленович. Руководство согласилось на наш сегодняшний формат. Пока что согласилось. Так что надо не ударить в грязь лицом. Итак, перейдем к лицу. Мы говорили о Вегене Саркисане. Про Эрдогана спрашиваю. Уже. Уже нас. Сейчас мы вернемся к Эрдогану. Наверное, не успеем на все ответить. Эрдоган. Не, успеем, успеем. Обязательно успеем. Постараемся во всяком случае. Теперь перейдем к Карену Карапетину. Карен Карапетин. Человек не бедный. Почему я указываю на именно на человек не бедный? Есть достаточно распространенная такая шутка, которую в свое время Карапетин Карен запустил. Вернее, до него запустили, но он ее раскрутил. Он, в общем-то, правильно подал. Да, очень правильно подал. Это когда все беды от того, что у некоторых наших чиновников в детстве не было велосипеда. У них был челик доставы. Да, не было велосипеда. И было сказано, что если у вас сегодня Бентли, а в детстве у вас не было велосипеда, все равно у вас его не было. Аж как уж. Итак, да. Карен Карапетин человек, который тоже ни одного крупного проекта не завалил. Причем входил в десятку самых эффективных топ-менеджеров. Да, причем он, по-моему, был на обложках журналов. И это отмечают не только наши политологи. И отмечают и политологи СНГовья. СНГовья. Да, и вот я знаю и по французским моим друзьям. Отклики исключительно положительные. Это, честно говоря, немножко и пугает. Потому что, когда человек всем нравится, это немного настораживает. Вот как раз таки это я и хотел сказать. От предварительных ласок перейдем непосредственно к процессу. Окончайте, Гиде Мопассан. Да. Что у нас происходит? У нас происходит, что у нас очень такая радужная картина вырисовывается. Да, ребята. На самом деле... У нас вырисовывается свет в конце туннеля. Ты знаешь, мы дошли уже до такого состояния... Что даже свет в конце туннеля... Слушатели особо не воодушевлятся. И вот почему. Когда мы начинаем очень сильно чего-то ожидать. Когда мы начинаем ожидать каких-то кардинальных перемен. А кардинальные перемены... Они все-таки это двоякое, да? Некое такое состояние. Кардинальные перемены. Очень велик риск разочарования. Что сейчас уже потихонечку наблюдается. Причем более чем уверен, что ту условно, скажем, войну, да? Которую Карапетян недвусмысленно объявил. Той экономической модели, которая царила в Армении. Где он прямым текстом сказал, что эта модель это не модель. Это какой-то ненормальный бандитизм, да? Ну, бандитизм не сказал. Как-то вот так, да? Непонятная модель. Те перемены, которые сейчас идут, они должны идти радикально эволюционным путем. На мой взгляд. Ни в коем случае не перетекая в некие такие революционные формы. Понятно, что нас всех граждан раздражают эти, я не знаю, зажравшиеся генералы на панамерах. При условии, что нам поступает, поступала, во всяком случае, информация, что в Армении все гладко. Нас раздражают, скажем, руководители определенных ведомств, либо служб, которые призваны отвечать за благосостояние страны. Потому что в основном повышается их благосостояние, а страны-то падает. Причем это такой параллельный процесс. Чем выше их благосостояние, тем ниже благосостояние страны. Понятно, что ситуация сложилась следующим образом, что либо в стране меняется кардинально эволюционным путем ситуация, либо мы встаем перед угрозой полномасштабного внутреннего конфликта. Я не побоюсь этого слова. Ну, надо сказать, что некоторые олигархи уже очень сильно недовольны. Я знаю некоторых уже, ну, так скажем, пара олигархов, которые уже навострили лыжи, дабы смотаться. Скажу только им скатертью дорожка. Знаю, что есть какие-то определенные подвижки. Все это, конечно, очень радует. Я повторюсь, значит, в той созданной системе экономического управления все, что делаете, на мой взгляд, кажется, пока что, кажется, ну, правильным. Очень согласен с вами, Арман Владимирович. Не надо очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Конечно, я с вами согласен, но с другой стороны надо, по-моему, и набраться определенного терпения, потому что, да, конечно, первые плоды все-таки мы уже заметны, да, но надо еще, я думаю, потерпеть, и результаты дадут о себе знать. Конечно, все это хочется, чтобы было бы как можно быстро, но быстро, как известно, только кошки рождаются, да, будем тем более в экономической сфере. Я лично, мне кажется, что при спокойной мирной ситуации у нас в республике лет через 5-10 запросто можем выйти довольно на хороший горизонт. К моему большому сожалению, я думаю, что у нас этого времени нету 5-10 лет, потому что мы плавно переходим ко второму вопросу, да, который задают очень часто. Очень часто задают вопросы, которые касаются непосредственно арцахского урегулирования, конфликта в Арцахе. Очень часто утверждения вопроса нам шлют, что вот Армения согласилась пойти на уступки. Наше мнение, уступки это в виде сдачи района. Но мое мнение лично такого, ни сантиметра сдавать нельзя. Ой, я прошу прощения, нам даже уже звонят, но мы, так сказать, не ответим на звонки, потому что мы... Переходим на рекламу. Переходим на рекламу. Грани, грани, грани правды. Грани правды. Правды. Доступно о главном. Вот, доступно о главном. То есть перейдем ко второй части нашей сегодняшней передачи, а именно к Нагорно-Карабахскому, вернее, Арцахскому конфликту. Как я уже сказал, я выступаю кардинально против любой сдачи, обмена, передачи освобожденных территорий, потому что считаю это не просто, скажем, неким обязательным условием нормального функционирования Республики Арцах и Республики Армения, да, поскольку эти территории являются неким поясом безопасности. Помимо того, что они являются освобожденными территориями, да, а не захваченными, потому что очень часто даже в нашей прессе пишут, говорят, об отцовывать. Я считаю, что нам нужно понять одно, у нас конфликт даже не территориальный, у нас конфликт даже не этнический, а конфликт у нас цивилизационный. Потому что мы и та сторона, да, закавказские турки, непосредственно сами турки, это народ, это конгломерат, это нации, которые вот только-только формируются, у которых абсолютно разное видение всего фактически. Уклада жизни, я не знаю, политических приоритетов, абсолютный взгляд на гуманизм. Если для азербайджанского воина, либо для турецкого воина убийство ребенка, либо спящего человека, либо стариков является высочайшей доблестью военной, это на самом деле так в ихнем восприятии, то для нас это является величайшим проявлением, не то, что скажу трусости, знаете, а не человечности, что ли, вот так, скорее всего. Поэтому мы обречены быть в постоянном конфликте, как минимум этноцивилизационном. Нам постоянно приводят пример, говорят, вот смотрите, французы с немцами столетиями воевали, да, русские с поляками, я не знаю, там, китайцы с корейцами. Но, ребята, вы говорите о тех народах, которые фактически выросли в одной и той же культурной среде, как минимум, да, в одном и том же культурном пространстве, в одном и том же, ну, как минимум, я не знаю, конфессиональном, религиозном. Наш конфликт с турками и азербайджанцами, он несет цивилизационный характер. Никогда мы с ними до конца не сможем примириться. Никогда они не смирятся с тем, что мы живем на нашей исторической родине, а не пришли. И вот поэтому мы в первую очередь являемся неким таким живым доказательством, живым раздражителем того, той неполноценности, которую они сами для себя решили, что они вот неполноценные. А на самом деле не понимаю, почему вот идут эти процессы удревления, эти процессы... Не, понимаю, но, скажу, что глубинно не могу понять, потому что взять, скажем, сегодня одна из самых мощнейших, если не самая мощнейшая страна, это страна, у которой самая молодая история. Соединенные Штаты Америки. Да, которая была создана на землях индейцев и в костях Соединенных Штатов составляют все, скажем так, приезжие. Вот такие мигранты, да, страна-иммигранты. Так что, отвечая на ваш вопрос, скажу, повторюсь еще раз. Первый тезис территории не сдаем. Тезис второй. Готовимся к войне постоянно. И чем лучше мы будем готовы к войне, тем вероятность ее возобновления будет меньше. Нельзя уповать на мировое сообщество. Нельзя уповать на добрых заморских дяди-теть. Нельзя уповать ни на одну сверхдержаву. Ни на Россию, ни на США, ни на Европу. У них свои интересы, у нас свои. И зачастую наши интересы не совпадают. Только мы, только Республика Армения, только сборная сила мирового армянства. Вот оно мое мнение. Господин Аст-23. Ну вот, вопрос был от Овы Калащана, нашего постоянного слушателя, нашего хорошего очень приятеля, товарища. Вот, который говорит о том, что практически осуществует вашу, значит, тему. Я просто зачитаю, если вы позволите. Да, 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 пожалуйста. Когда у вас был Гайк Мартиросян, вы, профессор Джан, вот я, наверное, профессор Джан, говорили, что все равно надо договориться о чем-то теперь, о чем-то, наверное, тут точка. Теперь вопрос обоим ведущим. Как вы оба относитесь к формуле конфидеративного азербайджанцев и интеграции ЮКЭД, наверное, имеется в виду Южный Кавказ. Да, Южный Кавказ. Значит, я вам скажу так. Значит, я то, что говорил, значит, повторяю, я остаюсь при том же мнении. Согласен абсолютно с Армоном Владимировичем о том, что, вы знаете, как границы, значит, государств, образования, еще со времен, значит, человечества, как появилось человечество, всегда определялись, чертались силой. Ну, же, война закончилась, армяне этот вопрос решили, точка. И что касается договориться, да, обязательно надо договариваться, потому что, если политики не могут договариваться, то договариваются военные. Ну, конечно, как они договариваются. Значит, многие думают, что если надо договариваться, то надо обязательно ставить на стол территорию. Как видно, за 20-25 лет еще ни одно, значит, один-один президент, ни одно руководство Армении ни разу еще не ставило на повестку меня вопрос о подаче. Я не говорю о слухах, да, я говорю о фактах, о делах, о поступках. Я, да, еще одно мнение, я не совсем согласен с Армоном Владимировичем в том вопросе, что у нас вечный конфликт. Все-таки не надо забывать, что те народы, которые сейчас называют себя Азербайджаном, далеко не находились в чашка-ложка отношениях с Турцией, да, они до, так скажем, 1920 года, у них постоянные были конфликты, довольно кровавые конфликты. Понятие, значит, два народа, значит, два государства, типа один народ, простите, два государства, это Вилалиев, это совершенно разные народы, совершенно... Может быть, они похожи в чем-то, да, но далеко не всегда единая была их история, далеко не всегда они шли рука об руку, и далеко не всегда у них были хорошие шоколадные взаимоотношения. Что касается перспектив, я более чем уверен, более чем уверен, что мирный договор возможен, другое дело, что, может быть, как-то он политически не выйдет, не выльется какие-то бумаги, да, но этот договор более чем реален. Что касается общих каких-то интеграционных процессов, я тоже здесь не вижу ничего такого экстраординарного, да, если мы возьмем пример НАТО или там, я не знаю, да, Европейского союза, там есть и Греция, и Турция, у которых есть очень серьезные и политические, и экономические между собой вопросы. Но они живут в одном экономическом пространстве, да и в одном военном пространстве. Вы знаете как, я тоже согласен с Арманом Владимировичем, дело в том, в дело пропаганды. Значит, нынешнее руководство на соседней республике взяло, ну, так скажем, линию оболванивания собственного народа, введение, скажем, такого тотального контроля над средствами массовой информации, поэтому имеем то, что мы имеем. Но мое личное общение, я не раз и не два, и не три общался с представителями не только азербайджанской интеллигенции и по, значит, каналам связи, социальных сетей. При достаточном упорстве есть о чем говорить. Кстати, есть больше о чем говорить, чем с некоторыми так либералами якобы армянского происхождения. Вы знаете, довольно часто бывают общие точки какого-то разговора. А если есть точки разговора, то почему не могут и говорить дипломаты? Если я не дипломат, могу общаться человеком, а почему не могу дипломаты общаться? Не вижу в этом никакой проблемы. Я бы разразил все-таки. Пожалуйста, конечно, чем сильнее будет, я заканчиваю, чем сильнее будет республика Армения, тем меньше будет людей, пытающихся решить вопросы военным путем. Конечно, однозначно. Профессор, при всем моем уважении, все-таки вынужден сделать небольшую такую ремарку. Понимаете, общение между людьми – это одно, на мой взгляд. Но немаловажно это. Это немаловажно. Конечно, немаловажно, потому что мы можем вспомнить, что во время гитлеровской оккупации солдаты вермахта были случаи, спасали еврейских детей, что ни в коем случае не умаляло ответственность немецкого народа за то, что произошло. То есть ответственность немецкого народа, она высочайшая. Никто не отрицает, что во время геноцида армян, многие курды, турки, ну, многие относительно, да, спасали армян. Но это не умаляет ответственности турецкого народа признать и покаяться в своем преступлении. Во время народа, не государства, я именно настаиваю на слове «народ», потому что убивал народ, вырезал нас народ. Чтобы нам не говорили, знаете, вот эти неокосмополитичные, либо либеральные, скажем, товарищи, что вот народ не виноват, виноваты правители, нет, ребятушки, виноват народ. Еще как виноват. В Талыше стариков расстреливал не Алиев, расстреливал простой азербайджанский парень. Классический, я бы даже так сказал. В Сумгаите людей жгали заживо. Обычные азербайджанцы. Обычные. В Баку погромы делали. Не клика, я не знаю, там, руководителей тогдашнего Азербайджана, а делали тоже обычные азербайджанские. Но там были особые структуры тоже, которые были замешаны. Понятно, что во всех процессах, во всех процедурах какие-то структуры замешаны. Особо аффилированные, сейчас не будем говорить с кем, сейчас просто не будем на эту тему говорить. Не, можем мы поговорить на эту тему, просто я считаю, что ответственность народа, она не меньше, чем ответственность политика. Но разговаривать всегда можно. Я считаю, что... Не, ну можно, можно, нужно. Я более-более просто, видя убогое состояние нашего Министерства иностранных дел, я не вижу людей, которые способны о чем-то разговаривать. Не только с азербайджанцами, но и с собственным народом. А об Эрдогане что скажете, Армал Валерьевич? Что я могу сказать об Эрдогане? То, что он переобулся в воздухе. Не, понимаете, Эрдоган, нужно понимать следующее. Мы можем любить, не любить, уважать, не уважать Эрдогана, но сегодня этот человек лихорадочно спасает Турцию. Спасает Турцию от расчленения, поскольку проект... Турцию или свою задницу? Нет, Турцию. Ну, по североятности его задница, извиняюсь за выражение, ассоциируется с Турцией. Я жутко извиняюсь, то есть неформат, но в любом случае. Теперь смотрите, что... О, согласно с вами, а не со мной. Да, смотрите, что у нас происходит. У нас происходит следующее. Есть Эрдоган, для которого Россия, вернее, есть Турок классический, да, Эрдоган классический Турк, для которого Россия это исторический, политический, генетический, экономический, не знаю, любой враг. Безусловно, это однозначно. Есть Россия, для которой Турция это политический, экономический, генетический враг. Ни с кем больше, ни с кем так часто не воевала Россия, как с Турцией. Причем нужно отметить, что в отличие от распространенного стереотипа, в большинстве случаев инициатором войны выступали именно турки. А, но их не инициатором, их довольно интересно использовали. Ну, давайте сделаем так. Я знаю, британцы использовали, французы использовали. Ну, если они позволяли себя использовать, значит, их интересы совпадали. Конечно. Теперь идем дальше. Что у нас происходит сегодня? Эрдоган год тому назад, когда сбил российский самолет, он понимал, что в случае, если в Сирии ситуация устаканится, да, и в случае, если там цивилизационным, цивилизованным, вернее, путем пойдет некое размежевание внутри Сирии, то бишь Алавиты в одну сторону Латакия, там Курды в другую. Он останется ни при чем. Да, он останется ни при чем, потому что конгломерат вот такой конфедеративной Сирии, это в первую очередь угроза, потому что она дает автоматический стартовый выстрел к формированию Большого Курдистана. И не только. Тут идет речь о том, что все народы, которые в той или иной степени, да, абсолютно с вами согласны. Вспомним, вот, ребята, вспомним, уважаемые радиослушатели, начало, да, операции «Щит Ефрата» и падение параллельно активности прокурских сил в самой Турции. Основной целью операции «Щит Ефрата», кстати, сейчас мы об этом будем говорить, было заявлено, что мы перекрываем базы поставки оружия. Я, Коби, Я, Коби. Да, не, ну они перекрыли, но буквально два дня тому назад Эрдогам выступил с таким заявлением, от которого, я думаю, русские партнеры его уже, братушки, да, были в некотором таком замешательстве. Кто сказал, что да, мы зашли туда, чтобы свергнуть осаду. Со свободной сирийской армией. Да, мы, ну, свободная сирийская армия, я вам напомню, это те демократические силы, поддерживаемые Западом, которые 12-летних детей расстреливают, которые... По ювенальной юстиции. Да, ну да, все нормально, да. Да, то есть такая демократическая армия свободных сирийцев. И сирийцев-то там нету. Очень демократичных. Да. Очень, я не знаю, гендерно правильных. Очень, как там еще сказать, чтобы... Очень креативно настроенных. Очень голосующих, Таня, не знаю, в белых рубашках. Да, общество политических педагогов, я их называю. Да, потому что они... А вот такой осад плохой, понимаете, такой гадкий, такой нехороший. Да, у нас уже пошел степ, потому что, на самом деле, сам вопрос, он несет в себе тоже двоякий такой момент. Понятно, что ситуация в Сирии для нас, она не может быть неинтересной. Ну, как минимум, потому что там крупные армянские анклавы. Кстати, о вовлеченности Армении мы поговорим в эти процессы. Смотрите, Эрдоган фактически защищает, как он считает, целостность Турции. Целостность Турции он может защитить только одним способом. Установлением господства, конечно, по всему периметру Турецкой Республики. А аппетит, как мы понимаем, приходит во время еды. Не будем забывать, что именно Эрдоган стоит у концепции возрождения нео-османизма. Конечно. Ну, и силы, которые, в общем, да. Да-да, конечно, конечно. И Гюленовские, так называемые. И Давут Оглу, и Гюль. Это фактически папа и мама. Не знаю, кто там из них папа или мама. Ну, так и речь, товарищ, совершенно неудобно. Извини, Кардаш. Извини, видишь, мы уже потихонечку на турецкий переходим. Были те силы, которые именно стояли во главе этой османской концепции. Кстати, уважаемые радиослушатели, особенно те, которые выступают за некие такие толерантные, назовем их так, космополитичные позиции. Веду вас в курс дела, что вы, граждане армяне, никак не вписываетесь в концепцию нео-османизма. Хотя территория Республики Армения вписывается. А куда же вы денетесь, граждане? Вот этот вопрос, я думаю, надо задать товарищу Гюлю и гражданину Гюлю. Пойдут на фарш. Куда еще? Ну, конечно, пойдут на фарш. Так что с Гюлем разобрались. Теперь послушаем господина Аст-23. Нет, ну, это все понятно. Тут вообще спорить нечем. После падения Алеппо, я думаю, вообще-то закроются все эти вопросы. И Турция останется один на один со всеми теми проблемами, которые она хотела взорвать в Сирии. Потому что, не будем забывать, что там несколько миллионов беженцев. Это во многом злые, голодные люди, которые совооруженные многие, которым, в принципе, нечего терять. Им обещали грайские кущи. Сейчас они остались один на один с Эрдованом. И лично мое мнение, удержать Турцию в ее нынешних границах будет практически невозможно. Будут кровавые события, дай бог, чтобы они были ли бы какие-то более или менее в нормах какого-то цивилизации. Я надеюсь, что обойдутся не очень большой кровью. У нас последний рекламный блок. После чего мы попробуем еще на пару вопросов ответить. Потому что вопросы сыпятся. Да, это они идут. Тут у меня про Путина пошли вопросы. Ну, сейчас посмотрим. Реклама. Да, да, слушаем внимательно. Да, да, слушаем, я слушаю, слушаем вас. Да, да. Ну, продолжаем эфир. К нам пытаются дозвониться. И мы на связи, если хотите спросить. Можете спросить по-армянски. Хотите, я буду говорить вместо вас? Ну, видно, не удалось дозвониться. Но, в любом случае, еще пару минут. Мы будем на связи, уважаемые слушатели. Если хотите дозвониться, мы к вашим услугам. Итак, мы продолжаем, продолжаем, значит, наш разговор. Меня спрашивают... Так, меня спрашивают, меня и Арман Владимирович Абовяна спросили насчет Эрдогана. Надеюсь, к этой теме больше мы возвращаться не будем. Об Алиеве. Ну, что тут говорить про Алиева я говорить просто не буду. Что-то неинтересно. Ну, про Путина что мне говорить? Говорить, давайте мы об этой теме как-нибудь в других передачах будем говорить. У меня... Извиняюсь за опоздание. К нам звонили, Арман Владимирович, но не удалось дозвониться. По курдам. Ну, по-моему, Арман Владимирович уже все сказал. Не, ну, надо... Есть, 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 есть что? Есть вам что-нибудь... Знаете, у меня есть только добавить следующее. У русских есть... О, у нас есть звонок. У нас дозвонился. Звонок. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Можно на армянском? Да, я ки-хаме-цик. Менак-нар-кат-чик, кантри-маме-тезис-дежборчи. Да, Лусине. Да, что-то лекарь, лысо-нечения. Да, лысо-нечения. Да, мне нравится. С ней очень огромный и одно, чем мы все жили. Потому что сейчас дозвонились, у нас это уменьшили. Мне сказали... Да, ¿ум phаднолы? Да, я у нас была задержка. Вы знаете, мне просто не видны, что мы были на работе. И на основании на работе, чтобы быть по-друге, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На сегодняшний день, к моему большому сожалению, нет четкого, во всяком случае это ни в коей мере не проявляется, государственного видения по поводу возврата, либо по поводу противодействия вот этим нео-османским планам по, с одной стороны, перекраиванию грани, с другой стороны, нашего гипотетического возвращения в Западную Армению. Давайте будем честными. Сегодня Республика Армения бросила все ресурсы на решение самой главной и насущной задачи. Задачи сохранения Республики Арцах. Сохранения Республики Арцах задачи на не просто сохранение, а на, то есть, знаете, слово продвижение, я бы даже не сказал, а скорее всего на политическую легитимизацию Республики Арцах. Говорить о том, вернемся мы в Западную Армению или не вернемся, на сегодняшний день я чисто технически рано, потому что, если говорить в исторической перспективе, я уверен, что мы обречены просто вернуться. Мы либо вернемся, либо нас не будет. Вот так скажем. А вот уже в каком формате мы вернемся, это уже совсем другой вопрос. Вот он мой ответ. Вот я бы хотел Армена Виленовича послушать. Нет, ну вы знаете, как вы помните, у нас просто Люсина молодая девушка, у моего юности, помню, был такой Райкин, он шутил, говорит, два пишем, четыре на ум пошло. Западная Армения у нас должна всегда быть в наших умах, в наших сердцах. Вы знаете как, давайте мы как-то все-таки определимся с тем, что у нас есть, не разбазарим то, что у нас есть, вернем наших граждан, которые миллионами, сотнями тысяч покидают нашу республику. А там уже видно будет. Будет Армения сильной, и Западная Армения к нам потянется, и Южная, и Северная, и все остальные армии. Это мы в абсолютном убеждении. Всегда хотят жить с сильным, а не со слабым человеком. Кстати, по Западной Армении в свое время гулял. Я сам, кстати, мои корни из Ванна. Хотя я работаю на Радио Ванн, мои корни ванские. Что, не хотя, вот именно поэтому вы работаете на Радио Ванн. Не именно поэтому, но я хорошо. Да. Знаете, в 90-х годах ходила такая байка, может быть и не байка, бог его знает. В те времена турецкое руководство... О, у нас снова звонок. У нас снова звонок. Да, слушаем вас. Алло, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Вопрос к господину Абовьянову. Да, слушаю вас. Я хочу вас позвать, господин Абовьянов. Вы, наверное, хороший иллюзионист. Нет, идеалист, извините. Идеалист. Нет, идеалист несколько другой, чем иллюзионист. Вы, наверное, забираете. Узмык, али, мертвый вечер. А, хантыкчик. Да, нет, нет, нет. Я попробую, значит, позвонил наш слушатель, да, вот нам у него снова Даник машет руками, позвонил слушатель и спросил, вернее, не спросил, а сказал, что я идеалист. Да, я идеалист, и слава богу, что... Иллюзионист. Иллюзионист, потом идеалист, но, в принципе, то же самое. Да, слава богу, что я идеалист, потому что, если не будет мечты, значит, не имеет ничего смысла. Конечно. 40 лет тому назад люди были тоже идеалисты, которые верили, что Армения сможет вернуть хоть небольшой, маленький, но кусочек своей родины. Что касается нынешнего положения, конечно, конечно, в нынешнем состоянии говорить о возврате земель смешно. Это не то, что несерьезно, это смешно. Но держим в уме. Да. Но в то же самое время ни в коем случае нельзя скидывать со счетов то, что геополитическая ситуация в регионе, в мире глобально. Может, настолько быстро изменится. Меняется настолько стремительно, что... Все может быть. Бог его знает. Вдруг еще и при нашей жизни это будет. В любом случае, спасибо огромное нашему радиослушателю за звонок. Знаете, во мне не меньше вашего сидит обида. Обида чисто как человека, как гражданина этой страны, который понимает, что мы не реализуем полностью политические, экономические возможности и ресурсы. Но я верю также в собирательную силу армянского народа. Я верю в собирательную силу нации. Я верю, что... Знаете, скажу вот так. Мы видели древних римлян, мы видели парфян, византийцев. Видели халкиданян, греков видели. Через нашу страну... Монголов. Через нашу страну проходили полчища Чингисхана, обратно шли крестоносцы. Мы даже Гагаше видели. Да. Не, ну это самое страшное, конечно. А если серьезно, вот смотрите, они все ушли, а мы остались. Более чем уверен, что... Это же неспроста. Да, это же неспроста. Нам уготована Господом определенная миссия, определенная судьба. Как любому народу, да, я не хочу отделять, да. Конечно. Они, как любому, как там, даже у турок есть своя миссия. Безусловно. Можно с ней соглашаться или нет, но она есть. Поэтому, да, я идеалист, и я верю. И призываю вас, вас тоже, кстати, идеализировать. Ну, не увлекаться, но все-таки вот верить и мечтать. Ну, следить за пальцами или за листами. У нас передача подходит к концу. У нас очень хорошая получилась передача. Да, да, у нас очень хорошая получилась передача. И вот еще продолжая вот писать, наверное, все-таки будем продолжать. Арман Владимирович, как вам кажется? Ну, сейчас у нас руководство-то здесь. Мы зайдем. Даник, если нас не убьет сейчас. Нет, убит, то все равно нас убьет в любом случае. Убьет и убьет, скажем так. А нам остается поблагодарить наших дорогих радиослушателей за то, что они не были не идеалистами, а были идеалистами. То, что писали к нам, то, что звонили к нам. И были не только идеалисты. Были толерантные и нетолерантные. Но дозвонились кто-то, кто не дозвонился. Мы обещаем снова быть в эфире и быть. Все, уже время истекло. Я отвечать не буду. Потому что извините. Все. Да, спасибо еще раз огромное. В эфире были «Грани правды». Армян Виленович Аства Цатриан. И Арман Владимирович Абовян. Привет.